Интерес россиян к курсу доллара сейчас самый низкий за 10 лет. А за курсом доллара следит только каждый пятый житель Твери. Такие данные опубликовал федеральный сервис. Мы провели свой опрос и узнали, в какой валюте предпочитают хранить свои сбережения тверичане. Что по этому поводу думают специалисты из финансового сектора. Подробности в нашем сюжете. После прекращения торгов долларом США и евро на московской бирже курсы американской и европейской валют по отношению к рублю Центробанк России определяет, используя банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ вне биржевых торгов. Во многом на фоне этого интерес к котировке валют у российских граждан снижается. За курсом доллара следят только 20% экономически активных граждан. За курсом евро — 16%. Интерес россиян к котировке сегодня минимальный. А хранить свои сбережения все большее количество тверичан предпочитает в национальной валюте. В чем надо хранить свои сбережения, на ваш взгляд? В рублях я храню. А почему? Ну, потому что я доверяю нашему рублю. Я рубль. Почему? Ну, не знаю. Своё как-то родное. Если есть какие-то сбережения, то можно. Ну, пенсионеров нет такой возможности. Ну, если бы было бы, я думаю, я бы не хранила, я бы путешествовала. Нечего хранить. Чёрный день пускает, отодвигается всё подальше и подальше. В рублях. Почему? Ну, я думаю, самое надёжное. Потому что курс евро-долларов всё время меняется. Каждый день смотришь и удивляешься. Между тем, некоторые категории россиян всё же следят за курсом зарубежных валют. Многие ожидают повышения курсов доллара и евро через несколько недель, к первому сентября этого года. Однако специалисты в сфере финансов рекомендуют россиянам рассмотреть другие варианты сохранения своих сбережений. Например, доктор экономических наук Галина Лопушинска подчёркивает, что сегодня растёт спрос на юань. И на это есть ряд оснований. Это стабильная валюта, которая резко не меняется. Но опять-таки, если человек хочет стабильно сохранить какие-то доходы на долгосрочный период, может поиграться с юанем. Не будет такого, что на игре валютного курса можно получить дополнительный... Нет. Это просто определённый вид сбережений. Ещё один надёжный способ при умножении своего капитала – индивидуальный инвестиционный счёт. Исходя из последних экономических новостей на акции некоторых банков, достаточно высокие проценты и дивиденды. Но надо понимать, что этот инструмент рискованный. Большие доходы сегодня есть, а завтра они не гарантированы. К тому же, существуют свои нюансы в такого рода сохранении сбережений. О них важно знать. Нельзя вложение, которое ты осуществил в инвестиционный счёт, тут же снять, когда тебе понадобится. Даже при условии налогового вычета, который предоставляет государство, это 13% гарантированное на первый год вклада в инвестиционный счёт. Три года эти деньги будут на этом счету, и неизвестно, как они будут. Будут ли они прирастать или они будут уменьшаться. Для того, чтобы играть в инвестиционный счёт, как минимум 4-5 месячных зарплат, это надо иметь на счёте, чтобы тебе не понадобились срочно деньги здесь и сейчас. Также есть ещё один вариант получить доход от накопленных средств, отдать их в доверительное управление, то есть передать активы, например, ценных бумаг и капитала профессиональному участнику рынка, который за заранее обговорённое вознаграждение возьмёт на себя их преомножение. Механизмов по сохранению и при умножении своих накомлений немало, осталось только выбрать наиболее подходящие для себя.